Здравствуйте! Меня зовут Эдуард Петер. Я приветствую вас на канале фирмы Петерсон или Петерсон Компании. Сегодня я хотел бы вас ознакомить с новым платным курсом повышения квалификации. Здравствуйте! С вами снова фирмы Петерсон и я Эдуард Петер и речь сегодня действительно пойдет о курсах повышения квалификации. Но, конечно же, не платных, но требующих большой отдачи. Сейчас поясню. Дело в том, что я тут третий день хожу быстрым шагом по совету своего друга, и мне в голову лезут различные мысли. Иногда светлые, иногда не очень, иногда такие странные. И одной из них явилось вот это создание еще одного курса повышения квалификации. Я назвал его копипаста. Почему? Копипаста подразумевает такое, что надо копировать. Да, действительно. Дело в том, что в этих прогулках мне вспомнилось мое институтское детство. И вот там, на архитектуре, где я учился, нам преподаватели всегда советовали, чтобы повышать свой навык, свою квалификацию как художника, как архитектора. Выходить или на пленэр, да, или же идти в картинные галереи и рисовать прямо, значит, в зале, что для студентов, в общем-то, разрешалось, картины там великих мастеров. Или у нас тогда была выставка Рериха, Константина Рериха. И многие из наших ребят этим занимались. Я нет. Я нет, потому что я работал. Я работал и учился, и посему мне как бы некогда это было делать. Но я заметил хорошую продвижку этих ребят. Хорошую продвижку, потому что действительно с давних времен художники, которые учились у мастеров, очень быстро, в принципе, достигали их уровня, а зачастую даже и уходили дальше. То есть копировать – это неплохо. Это не ломает ваш какой-то стиль. Мне всегда было смешно, что, значит, ты не должен копировать других художников, и у тебя должен быть свой стиль. Ребят, любой стиль базируется на определенных, на стилях. И так же, как мой друг Михаил говорит, что ты собираешь пазлы. То есть это пазлы. Там, 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 и ты собираешь в одну единственную картинку, но эта картинка уже будет твоя из разных пазлов. Посему, сейчас я расскажу о самой идее, что я хочу сделать. Сейчас скажу. Переоденусь, не могу так сидеть. Вот. Так гораздо удобнее, правда? Вы знаете, в течение пяти лет, когда я работал в мультимедиа «Фахман», то есть специалист посредством мультимедиа немецкой фирмы, то я так и одевался. То есть костюм был, галстук и так далее. То есть я даже гордился одно время этим, что я так это солидно выгляжу. А потом мне это все надоело. И вот теперь уже, когда я опять одеваю пиджак, как будто я на себя опять одеваю эту работу. Не хочу. Итак, давайте мы начнем с того, я себе сделал небольшие заметочки сделать и написал, что рассказать о целях этого нового введения, на кого оно рассчитано. То есть речь идет о новом курсе для действительно повышения квалификации. Выглядит это будет так. Я нахожу очень понравившуюся мне работу, и которая мне, скажем так, по зубам, я чувствую, что она мне по зубам, и примерно я догадываюсь, как она сделана. И я ее показываю участникам этого курса в самом начале. Говорю, вот эта картинка, и мы ее должны повторить почти один в один. И начинаем с вами вместе этот процесс. То есть сначала построение композиции, да, подбор тех самых материалов и так далее. Я, естественно, буду выбирать такие работы, которые не требуют там из эрмитажа великолепных там каких-то изделий, подставок и так далее, яйца Фаберже. Нет, нет, мы с вами будем там это, другие яйца использовать. Обычные куриты, да, обычные овощи, но интересно снятые. И вот таким образом мы сначала сделаем эту композицию, потом сделаем с вами сет, как это должно освещаться и как это должно, этот свет регулироваться. Потом мы с вами пойдем в фотошоп и пройдем от начала до конца подробно весь процесс обработки. Потому что всегда мы будем работать с фотошопом, всегда. И с фотошопом пятым, я потом скажу почему. Вы можете работать, я не знаю, с последними версиями, но я буду работать с пятой версией. И в конце, в конце я буду вам давать задание повторить то, что я сделал. Я открою специально контактный имейл. Назову его копипаста собака Петерсон компании. Так он будет называться. И вы туда, желающие, терпеливые, настойчивые, будете присылать мне свои версии. То есть, также стремиться наиболее точно приблизиться к оригиналу. Насколько это возможно. Насколько это возможно. Я буду и просматривать работы. И в следующем видео подводить итог, показывая три самых лучших работы. и называя, если вы даете мне свой согласие, я буду называть, кто это сделал. То есть, таким образом, мы сразу будем видеть, насколько успешно мы можем копировать. Причем, в этом нет ничего негативного. Еще раз повторяю, это повышение мастерства. Поэтому я и называю курсы повышения, квалификации. Так, это я сказал, это я сказал. То есть, теперь дело остается за малым. Мы начнем с вами. Я нашел уже такую картинку, которую я хочу повторить. Вот она. И в следующем видео, в следующем видео, мы это с вами и будем делать. Я попрошу вас, попрошу вас, чтобы вы мне дали фидбэк. То есть, по-русски, как это? Отзывы, да? То есть, можно очень просто, если вы согласны с этим курсом, да, с этими условиями, что видео будут по, может быть, 40 минут, а может быть, по часу. Я не знаю. Я знаю, что они будут длинными. Они будут очень длинные. Они будут рассчитаны не на торопык, не на тех, кто по-быстренькому хочет чему-то там научиться и будет скакать туда-сюда, а не рассчитаны на вдумчивого человека, который хочет учиться. Почему это их курс? Почему это курс? Поэтому, если вы согласны, еще раз говорю с этим, просто пишите, согласен, согласен, согласен. И я буду видеть, сколько у меня набирается на этот курс. Который, еще раз повторяю, он будет бесплатным. То есть, у нас также останется, у нас останется сток, у нас останется предметка, практика, да, у нас останется стимпанк для любителей. И фотошоп уже, я оставшиеся, да, гоню туда, в это, в те, а дальше фотошоп будет вот здесь. Вот этот вот здесь. Вот, дорогие друзья, вот такие планы. Вот такие планы. И я специально себе взял чистый такой бук, книжку, куда я сейчас буду записывать все свои новые идеи, да, и пытаться их реализовать. У нас уже как бы было, я сейчас отступлю чуть-чуть, у нас уже было такое, что как это сделано, да, но оно не пошло, не пошло из-за меня, потому что я посмотрел то, что вы мне прислали, там в основном работы ретушеров, или работы студийщиков. А у нас сейчас с вами домашняя студия, понимаете, в чем прелесть для нас с вами. Мы это все, что возможно снято в студиях, будем снимать прямо здесь. Используя при этом дневной свет, такой свет, эдакий свет. То есть мы будем проявлять с вами креативность и создавать шедевры прямо на коленке. Чужие, да, но мы будем на них учиться. Так что, еще раз говорю, согласен, подписывайся на курс. Ну, а я пойду искать помидоры. И доски подходящие. Что в Германии с досками, конечно, немножко проблематично такое найти. Но ничего, я думаю, что покатавшись, где-то я все-таки такое смогу найти. Поэтому пока я с вами прощаюсь. С вами была фирма Петерсон. И я, Эдварь Петер. Пока. Субтитры подогнал «Симон»